Так, друзья, всем привет! И мы сегодня с вами поболтаем, посмотрим кое-что из косметики, расскажу вам кое-какую историю, которая сегодня со мной случилась, и покажу вам, ну, кое-чего, пару дужков покажу. Ладно, давайте. Давайте приступать. Значит, ну, давайте начнем с косметоса. Да, сегодня я, ну, накрашена, по идее, на минималках бровки, реснички и немножко карандашом пупским стрелки. Немножко, да, подведены глаза. Так, утром у меня ничего не было и днем на лице, но я сегодня была в золотом яблоке, и там немножко догналась, немножко подкрасилась средствами от Мак. Так, тоже сейчас расскажу, когда буду рассказывать свой поход в золотое яблоко. И эти средства мне очень понравились. То есть тут у меня парочка, наверное, тональных кремов на лице. Сейчас, ну, я попробую к вам поближе, так поближе немножечко приблизиться. Мне все время кажется, что я, когда близко, ваше пространство какое-то могу дорушить, поэтому я прямо уж совсем близко-то уже как-то так. Надеюсь, что вам видно. Вот. И румяшки у меня тоже на лице. Это тоже Мак. Все номера, все, что мне понравилось от Мака, мне там понравилось кое-что, и тон понравился, и румяна разных видов понравились, очень понравились. Я все, я просто не хочу все это сюда в видео, фотка у меня есть, видео с вочи я сделала. Я вам это все, кому интересно, наверное, в Телеграм закину, потому что туда просто быстрее выйдет видео, и одновременно сделаю пост в Телеграм, и чтобы можно было это посмотреть. Хорошо? Так что, кто не подписан, в Телеграм подписывайтесь. Меня там не так часто, я там каждый день не буду вам надоедать. Вот кто подписан, ребята знают, что вы еще по мне там соскучитесь. Ну и так, и так, на губах, а на губах, смотрите, на губах не Мак, на губах моё. Покажу, что моё. Мне подарили вот такую вот от Живанши, флэш Коралл, 17 номер, помаду. Сейчас покажу вам. Вот она. Она очень красивая, посмотрите. Она новенькая. Мне прям только-только-только вот её подарили. Сейчас. Аббревиатура Живанши, да. Так вот красиво всё у них всегда. Вот он, этот Коралл. Надеюсь, что камера сфокусировалась, и вам видно. Но, смотрите, на губах... Он не очень идёт, кстати. Вот. Смотрите. На губах этот Коралл я немного разбавила. Кстати, тоже этот Коралл вы увидите в посте, который я, наверное, сделаю, может быть, сегодня, поздно вечером, чтобы вы его завтра посмотрели. Вот так. Этот Коралл, он будет вот, как я его носила, и вообще мой лук, я хотела вам сделать этот пост со своим луком, вы увидите в Телеграм. Думаю, что сегодня сделаю, завтра вы его увидите. То есть, сегодня суббота я снимаю вечер. Хочу для воскресенья сделать вам вот этот пост. Вот с этой помадой. С этой помадой. Я вам напишу об этом. Но сейчас здесь я немножечко её разбавила вот этой помадой от Yves Saint Laurent. Я вам её... Ну, кто раньше мои старенькие видео смотрел, я вам её показывала. Это, по-моему, единичка нюдовая. Сейчас я без очков, к сожалению, не увижу. Но точно написано здесь нюд. И это была серия, которую... Вот она. Которая со звездой. Я люблю всё такое, со звездями, да. Здесь в серединочке звёздочка. Ну, я напишу вам под видео, хорошо, как правильно называется эта помада. У меня было видео, когда я только-только её купила. В Женеве я её купила. И... Господи, она с таким прекрасным запахом. Это просто бомба. Вот. И вот она у меня разбавила мой вот этот коралловый от Givenchy Tone. Разбавила и немножко его так смягчила. Потому что она прям такая... Лёгкая. С серебром на губах. И увлажняющая. Тогда как прекрасный коралл. Он вроде бы кремовый, но текстура какая-то такая, знаете... Когда её одну наносишь на губы, вот этот коралл. Очень красивый по цвету. И неплохо для губ, неплохо ложится. Но он почему-то подчеркнул все мои... Такое впечатление. То есть он сделал губы... Знаете, моя бабушка говорила, Губы как у старой лошади. Вот чтобы вы поняли смысл этих слов. Это как будто у вас губы потрескались от мороза. И требуется уход, скрабирование. То есть они все не просто в морщинках. А как будто бы вы их искусали. То есть вот всё, что даже чего и нету, и что есть. Подчеркнула вот эта помада. Но по тону она офигительная. Поэтому я её для видео, то есть как-то вживую ещё более-менее. Но видос снимать вот с такими вот как-то не очень мне. Но сама помада прям по тону моя-моя-моя-моя. Про помаду рассказала. Теперь, теперь ещё. Давайте уж сразу расскажу историю, которая сегодня со мной случилась, как я съездила в Золотое Яблоко. Но я, собственно, ездила не в Золотое Яблоко. Я возила сына на тренировку. И мне надо было его подождать. Где-то убить время. Там рядом торговый центр. Я имела полтора часа свободного времени, чтобы там пошататься. И я зашла там на выбор несколько магазинов. И все крупные. Литуаль, Золотое Яблоко и Ребгош. Да. Я пошла в этот раз в Золотое Яблоко. Народу тьма. В яблоке некуда яблоку упасть. Я слилась с этой весёлой толпой. Было интересно. Я привстала у стенда Мак. Разглядывала там текстуры, которые хочу показать вам. И румяна, которые тоже там разглядывала. Вот меня хватило на тональные кремы и на румяна. Мне очень всё понравилось. Просто безумно. Я кое-что сфоткала. Вот то, что хочу вам выставить в Телеграм. Что мне понравилось. И пока я стояла, там подошли два молодых человека. Им надо было подобрать тон. То есть они подозвали девушку-консультанта, чтобы она подобрала им тональное средство. Но я стояла... Мы пока не ждали девушку, мы успели перекинуться с ними несколькими фразами. С ребятами. Ну так вышло. Вот как-то они там спросили, я ответила. Потом я спросила, они ответили. Что-то такое. Мы с ними буквально перекинулись. Интеллигентные, приятные ребята. Молодые лет, наверное, от 20 до 30. Вот что-то такого плана. Ну и вот. Подходит девушка-консультант. А я окрашусь. Я стою как раз вот тоналки от Мак пробую на себе. Румяна вся в сводчах стою. Продолжаю свою деятельность бурно. Там хорошее такое зеркало освещения. И вот я там выступаю. Но я сосредоточена на себе. Но она подошла. И приятная молодая девушка. Что первое я увидела, это у неё вот, такие ногти, чтобы вы понимали. Вот такие. Красивые, безусловно. Но не совсем для нашей работы. Я так представила. То есть мы же часто... Ну, бывает такое, что люди, особенно вот, ну, постоянные мои клиенты, или бывает, что человек сразу располагает. И я могу его действительно так... Так, ну, не то, чтобы накрасить. Нет, накрасить я не берусь чужих людей. Но положить тон, нанести там что-то ему, да, румяное, или, допустим, да. Ну, как правило, это всё-таки тональное средство. Я могу иногда это с удовольствием делаю. Вот. И, конечно, с такими ногтями это делать мне совершенно неудобно. Ну, кстати, сейчас вот к слову, к слову отвлечёмся. Я покажу вам, не знаю, как отобразить камера. Вот это на ногтях у меня сейчас розовый нюд. Предыдущее видео, которое я снимала и показывала покупки, я рассказывала, что три в одном новое средство от Евы Мозаик под названием розовый нюд. Там оно и база, и покрытие, и цвет. Вот этот розовый нюд у меня сейчас, и в то видео о покупках я как раз сняла лак, потому что он облупился у меня. Я его стёрла, и показываю баночку, но вы не видите, как это смотрится на ногтях. И я надеюсь, что как-нибудь вот так вот, может быть, вам видно, как это смотрится реально на ногтях на моих. Вот это розовый нюд. Ну, и вот длину моих ногтей вы видите. Ну, конечно, они у меня бывают и подлиннее. Ну, и так вот. У девушки вот такие вот. Вот прям, ну, чтобы вы понимали, наверное, вот так. Я не преувеличиваю. Вот так. То есть работать с ними они такие у него. И вот сюда вот загибаются. Такие когтищи. Это не необычные ногти, это когтищи. Ну, во-первых, неудобно, но это ладно. Но я понимаю, что такими ногтями, конечно, как можно касаться чьего-то лица, не очень мне понятно. Но думаю, ладно, я не думала, что я приму живое участие в этом процессе. Поэтому я просто обратила внимание, удивилась, ну, и крашусь, стою дальше. Она начинает, они говорят, подберите нам тон, ну, к молодому человеку. И она начинает подбирать ему тон, тональное средство. То бишь, надо, чтобы оно было кроющее, потому что у него есть там несовершенство в виде, ну, следов от акты, прыщиков и так далее. Но при этом, чтобы, вернее, даже она как-то не сильно выясняла потребности. Это я вам рассказываю уже то, что выяснила потом я. Ну, естественно, чтобы оно было пластичное, чтобы все-таки он парень, чтобы не было заметно, что он в тональном средстве. Но при этом, чтобы был кроющий эффект. И матовый финиш, чтобы он не блестел. Ну и вот. А у него, надо вам сказать, рука красного цвета. То есть у него лицо белое, белее, чем у меня кожа. Шея другого цвета, более темного. А рука совершенно отличается от всего. Она красного цвета. Это заболевание или что-то еще. Я не стала уточнять. Просто рука, она красного цвета. Девушка наносит тон на красную руку. Один нанесла вообще не алё. Второй смотрю на... А я мы просто прям совсем рядом. И я краем глаза, ну, не могу не как бы это... Я поглядываю на них, поглядываю на них. Ну, смотрю, она там наносит. И потом нанесла белый, который, если он нанесет на лицо, он будет как азиатская девочка. Выбилит она его совершенно. Думаю, нет, ему ни то, ни то вообще не подходит. Чтобы вы понимали, они рассматривают цены в районе там 3,5-4 тысяч, да? Ну, по ценам, что стоит маг. И, как я понимаю из разговора, им это дороговато. Ну, или надо вот прям так попасть, чтобы... Ну, вы сами понимаете, для нас с вами тоже 3,5-4 тысячи, это как бы вот не 300 рублей. Потом он парень. Мы-то наносим средства. А ему, может быть, там на несколько раз это средство. Может, выход какой-то. Может, не знаю, грим надо там. Да, может, актер. Может, еще что-нибудь. Ну, это и мои догадки. Я просто понимаю, что если он купит не то за 3,5 косаря, то, конечно, он расстроится. И как каждый бы из нас. Ну, и когда я вижу, что то ли она ему хочет втюхать не то, то ли она слабо в этом разбирается, на лицо она вообще ему не наносит, когда, между тем, говорю, разница у него красная, кожа на руке прямо очень красная. И белое-белое лицо. И вот тут совершенно другая шея. Что она сделала? Она ему вот сюда... А, нет. В этот момент я решила встрять. То есть она ему как бы говорит, да, все подстроится. Я смотрю, да, у меня ничего не подстроится, то, что она показывает. Ну, и в этот момент я встреваю в разговор. Говорю, а еще что-нибудь покажите. Ну, вот просто подошла, вот тут просто говорю, покажите что-нибудь еще. Что там по-другому? Другой цвет есть? Что? Или вот эти два и больше ничего. Выяснилось, что там в Маке, где мы стоим, ничего больше нет. Говорю, ну, тогда пошли отсюда и будем сейчас искать то, что есть. Потому что, говорю, вот это, вот это... Нет, не надо брать. Значит, говорю, есть у вас посмотреть что-то там? Герлен, клоранс там, что? Клиник, давайте посмотрим. Ведите. Она идет впереди. Я иду с ребятами. И ребята мне говорят... А, я пока иду, я, значит, говорю, слушайте, а для чего нужен тон? Ну, в общем, выясняю, что за кожа у парня, для чего ему нужно. Вот они мне все рассказали. Покрытие хотят матовое, чтобы вот пластичное, чтобы аккуратно так лежало, но крыло при этом. Ну и, ну, желательно немножко подешевле. Ну и парень мне идет и говорит, слушайте, а вы визажист? Я говорю, нет, я не визажист, но около того. Говорю, я просто такой же продавец-консультант, просто в другом магазине. Просто я смотрю, и вам не то подбирают, ну, прям от слова совсем. Поэтому мне делать нечего. Я в свободном плавании полтора часа. Говорю, если хотите, я вам помогу. Ну, они говорят, блин, спасибо вам большое. Ну, конечно, хотим, да, ну, побудьте с нами. Ну, и вот, ребят, так мы с ними скорешились. В итоге мы обошлись с ними. Мы были в клинике, мы были в Живанши, мы были в Кларансе. И какой-то еще корейский бренд она показала, но это мне совершенно было неизвестно. Я ничего там не могла сказать, просто сказала, что нам это не надо в итоге. Мы выбрали в конце два тона. У Кларанса один скин илюжин вельвет, и у Живанши, который идеально подошел парню, просто идеально, который называется 2N180. Но у ребят не было карты, завели им золотую карту. Говорю, карту... Они сначала сказали, карты нет, вот эта цена по золотой карте. Я говорю, ну, так и заведите им по золотой карте. Ну, что-то там были какие-то сначала недоумения. Потом я говорю, слушайте, ну, это... У вас карта Рифгош есть? Золотая? Есть. Золотая есть. Я говорю, ну, все, между магазинами это принято. У них золотая, вы поменяйте на свою золотую, и как бы все, нет проблем. Будет у них золотая. Вот. Цены все узнали. Они говорят, ну, мы сейчас, значит, может быть, еще там... Сейчас не будем покупать, а там посмотрим, подумаем, то да сё. Вот мы с ними все сфоткали. Но я им говорю, слушайте, я вам больше не нужна. Тон я подобрала вам. Девушка до конца не могла понять. Она думала, что я с ними. Ну, потому что она предлагает... От Живанши предлагает девочка. От Кларанса там никто не предлагал нам. Ну, а я смотрю, и все не то. Вот не то, девчонки и мальчишки. На самом деле, они предлагают не те тона. То ли у меня лучше получается, то ли... Черт, кто знает. Я не знаю. Не могу вам сказать, почему. Но... Ну, подобрала-то я лучше, конечно, что там говорить. Без всякого хвостовства, просто как есть. По факту со мной согласилась и одна, и вторая потом. И даже продавец Живанши согласилась, что вот я предложила... То, что предложила я, было лучше. Ну, и по факту, значит, говорю, если вы что-то будете у девушки еще брать, то тогда вы это... Ну, скажите, что она с вами работала, а потом смотрю, у нее наклейки на руке. Ну, думаю, тогда ей говорить не надо. Если они что-то возьмут, она сама наклеит им на товар эту свою наклеечку, чтобы кассир знал, что эта девушка помогала ребятам. Ну, и все. И мы с ними в конце. Я смотрю, просто уже мы ходили долго, у меня времечко подходит. Думаю, мне надо хотя бы... Я хотела еще по дужкам пройтись. Ну, и вроде я ребятам думаю, ну, куда им? Тоже целый ассортимент не надо давать, потому что вот это подошло, вот это подошло. И на третий, там, как говорится, на худой конец мы еще приглядели Клиник. Но идеальнее всего все-таки был Живанши. Поэтому, ребят, все, вот это вы поняли. Лучше это, потом Колоранс идет, скин или ужин Вельвет, потом Клиник. Да дальше, где выгоднее, там и берите. Ну, и все, карту сделали. Поэтому, а ревуар, я с вами прощаюсь. Они мне 10 раз сказали спасибо. Вообще, мы так расстались душевно с ними. И с девушкой также говорю, все, вам хороших продаж. Может быть, ребята что-то купят сейчас, может, походят, сейчас надумают. Во всяком случае, тоже вы хорошо поработали. И она в конце, я не знаю, ты поняла она в конце или нет, что я совершенно по стороне человека. Я так и не стала выяснять для себя. Со всеми любезно распрощалась и ушла. Но была горда, с чувством выполненного долга, что помогла пацанам. Ну, уж не знаю, что думала девушка там про меня, потому что, по сути, я делала ее работу. Но мне было в радость. Я думаю, она понимала одно, что я хочу, во всяком случае, ей помочь продать. Но только то, что нужно им. продать, а не обо что. Вот такие дела. Но то, что она не то предлагала, я думаю, она молодая, может быть, просто у нее опыта мало. Может быть, она... А вы знаете, ведь же не всем опять же дано. Ну, не всем дано. Как ни крути. Если даже ты можешь 5 лет проработать, 10, но есть какие-то вещи, которые кому-то больше даны, кому-то меньше. Возможно, это тот случай. А возможно, просто новичок. Вот. Ну, можно и так, и так трактовать. Все. Про это рассказала. Теперь хочу вам, чтобы сказать еще. Еще. Хочу сказать, что... Помните, я показывала вам в одном видео про покупки вот эту водичку гиалуроновую от Ева Мозаик. Вода для красоты лица. Там увлажнение, тонизирование, освежение, все дела. Слушайте, ну и все бы ничего, девчонки. Но эта вот фигня опять сломалась. Она опять, смотрите, не брызгает. Ой, слушайте, а сейчас брызгает. Все. Вот и бубик сдох, видите? А сейчас льется. Все. Вы видите, я думаю, да? Вот, что она льется. Да, видите? Все. Вот так вот. А тут еще, ну, чтобы вы понимали, она почти целая. Я буквально, ну, наверное, раз пять ей побрызгалась. Мне так обидно. Ну, что же не могут они делать? Вот они и файф элемент. Почему это все так, я не понимаю. Мне обидно просто. То есть второй раз я вот эту штуку точно не возьму. Грустно. Мне грустно. Можно делать как-то более качественно эти вещи. Я должна вам об этом с прискорби сообщить. Мне это не нравится. Я вам вот эту вещь не рекомендую. Так, что касается Ешо. Ешо мне подарили вот такой крем. Бибикрем от Лимони, от корейского бренда Лимони. Он классный идет с Испев 32. Легонький такой, смотрю, бибишечка, да. Что тут еще? Тут в тоне 0,2. Но что я хочу вам сказать. Мы попробуем с вами в другом видео, как он ложится. Как он ложится. Потому что я могу, конечно, сделать вам сводчик сейчас. С другой стороны, чего и нет. Правда? Чего и нет. Но я думаю, что все-таки будет лучше на лице смотреть, как он ляжет. Ну, сделаем с ним макияж и посмотрим. Правда? И посмотрим. Потому что так-то, помните, как это? Так-то оно так, да? Вот на руке он лег классно. Но, но я, когда попробовала его на лице, и, правда, один раз, мне показалось, что он завалился у меня даже в те маленькие порочки, у меня не пористое лицо, которые у меня, ну, просто есть. Как у каждого человека. И даже в мои какие-то небольшие поры он завалился и подчеркнул. А на руке ложится, посмотрите, как. Отлично просто. Поэтому я хочу все-таки спокойно сделать макияж с этим кремом. И чтобы вы посмотрели, и я заодно спокойно тоже посмотрю еще раз, как он ложится. Если у вас был, вот, отлимание, вибишечка вот такая, напишите, хорошо, снейл репея. Напишите, что вы о нем думаете, подошел он вам или нет. Пока не пойму. По руке отлично, на лице с первого раза что-то не таебло у меня. Это рассказала. Дальше. Еще хочу вам рассказать. Ну, у меня коллекция духов, я же вам не все показываю. Ой. Ой, подождите. Про коллекцию духов потом. У меня просто два аромата прибавилось. Ну, просто миньки две. Это у меня Black Opium Intense. Eau de Parfum Intense. Вот такой вот. Это тоже подарочек. Спасибо большое дарящему человеку. Спасибо большое. Еще раз спасибо большое. Мне очень-очень приятно. Прямо обоже, преобоже. Вот точно такая же миниатюрка в моей коллекции, но только классического Black Opium. А теперь у меня еще Intense. Я рада. Я рада. Он у меня сейчас, вы не поверите, на руке. Вот летний вечер, а у меня Black Opium Intense на руке. Очень вкусно благоухает. Не могу сказать, что он напоминает мне зиму, но вообще Black Opium классический. Фактически я предпочитала носить зимой. Он мне именно зимой как-то зашел и ассоциировался, заякорился, как говорится сейчас, да, у меня с зимой. И вот этот, также у меня якорится почему-то зимой, но тем не менее это не помешало мне его надеть в летний теплый вечер. Он, правда, не летний, но у меня уже почти лето. Так, еще одно приобретение. Это вот такой вот, тоже миниатюра от Elisab. Girl of Now. Girl of Now. Ну, это коробочка, а сам аромат, вот он, вот он, вот здесь, сам аромат. Он идет в спреи, вот таком. Это всегда приятно, правда? Ну, я больше люблю спреи, чем намазы. Он у меня вот здесь. Это сладкий аромат, сладкий цветочный. Я пока его еще не разнашивала ничего. Вот, к слову сказать, первый раз нанесла. Ну, все приятненько, но мне сейчас немножко сложно сделать какие-то даже первые выводы, кроме сладкий цветочный, потому что рядом со мной еще лежат благоухают, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть блотеров, которые я взяла из этого, золотого яблочка, из золотого яблочка. И я, что бы вы думали, была полнейшей умницей, я не взяла ни ручку, ни карандаш, ни что-либо еще, и никуда ничего не записала. У меня шесть неподписанных блотеров, и вы не поверите, часть из них мне очень нравится, как всегда бывает. Никогда не повторяйте моих ошибок, ладно? Ну, и своих, я думаю, тоже. Когда мы идем в магаз без ручки. И я уже, потратив довольно много времени, посвятив ребятам много времени, получив колоссальное удовольствие от того, что я здорово сделала свою работу, и от того, какие они счастливые, и, ну, просто, наверное, я не знаю. Мне было очень приятно подбирать этому парню тональное средство. Я не знаю даже. Я вообще люблю вот это вот все. Не знаю. Еще когда это удачно, и вот так иногда смотришь... Ой, ну, короче, ладно, а то сейчас не туда поведет меня. Люблю, когда удачно, одним словом. Шесть прекрасных блотеров, которые мне нравятся, и они не подписаны. Вот только вот этот с загнутым хвостиком, это я знаю что, потому что я даже сфотографировала этот загнутый хвостик и аромат. Это у меня, как уже он называется, от Вильгельм Парфюмери, аромат, по-моему, 22-го года, или 23-го, или 22-го. Но один из последних, он есть в нашем магазине, но у нас нету на него тестера, и вот тут, пользуясь случаем, я послушала. Это, по-моему, Тумайфаза он называется, мне кажется, Тумайфаза. Вот это Тумайфаза. Приятный, мягкий, спокойный, как всегда, с ноткой сигаретного дымочка, но чуть-чуть капельку. Он такой мягкий довольно, как бы даже сладковаткий, что ли. Тут вот чуть-чуть, знаете, как такие сигарелы раньше вот. Ну, может, и сейчас, и просто как-то у меня раньше... Я даже пробовала покуривать эти сигарелы. Ну, уж очень приятно они так вот как-то пахли. Но это так, я баловалась, конечно, я же не курю, все об этом знают. Вот. Поэтому здесь Тумайфаза. Тут не могу понять, что. Что-то приятное... А! Нет. Хоть А, хоть Б, но я не помню. Так, вот это не знаю, что. Вот это знаю, что. Вот это пахнет бум... Вот это пахнет бумагой. Я не знаю, что это, но помню свое ощущение в магазине. Нанесла и первая мысль, что вот это что-то от Монсера. Что это пахнет бумагой? Могу ошибиться, но, по-моему, бумагой у меня почему-то пах. Я там уже, правда, перенюхала много всего. Бумагой у меня почему-то запахло что-то от Монсера, но сейчас не вспомню, что. Прям вот бумажный такой запах. И вроде и неплохо, но как-то бумажно прям совсем. А вот тут уже не... Один аромат. Мне кажется, вот этот. Это, знаете, что это от Тири Мюглер. Там, кстати, еще остался Мюглер. Я посмотрела. Его коллекция, там была Аура, там был Мужской Альен, там был новый вот этот золотой Годес, да, как он, вот этот вот, который такой сладкий. Мне кажется, вот это сейчас вот он, по-моему, и все. И дальше пошла вот эта приватная вот коллекция. А вот это, это, знаете, что? Это Гуччи. Это Гуччи. Желтая такая коробочка. Напомните мне вот это название. Блум. Не Блум. Короче, если вспомню, я напишу под видео. Ладно, я точно вспомню, потому что я не могу не вспомнить, я это точно вспомню. Причем предшественник флагманский есть у меня в коллекции. Но я забыла, как он правильно называется. Розовый такой, немножко такой пудровый, приятный. У меня тоже было на него видео. А вот это желтенький и желто-яркий флакон. Он мне понравился. Он мне нравился вот уже несколько лет. Блин, и вот он все-таки классный. Хотя очень похож на прародителя. Так, 28 минут. Ну, други. И это все, что я вам хотела сказать. Вот так вот поболтали мы с вами. Да, сегодня приятненько. А что бы вам еще, да, на посошок-то? А на посошок я не знаю что. На посошок я еще подошла к ароматам сеслы. Там была тоже приятная девушка. Она пыталась со мной общаться. Я пыталась тоже отвечать. Мы немножко и про косметику, и про духи поговорили. Я послушала полной версии вот эту вот новиночку, которую я вам показывала. Все очень неплохо. Еще несколько ароматов из этой коллекции нанесла, на руку нанесла. Мне понравилось абсолютно все. Понравилось абсолютно все. Дорогой, конечно, сеслы, но такой классный. Вот что ни говори. Но я не готова была. Сейчас у меня нет лишних денег, чтобы их потратить. Я не готова была, но получила колоссальное удовольствие. Плюс еще она показала мне новый корректор, такой консилер для глаз с мягким таким пуфом на конце. Вот такой вот. Там у них был и вот такой, который есть у меня. Но у них не было единички. Она сломанная у них была, но сломанная. У них двоечка была. Но этот я знаю. А тот, она сказала, еще легче с пуфом на конце. Но он стоил по золотой карте этого яблока 4900. Ну, это все прекрасно. Но у меня тоже, я ей сказала, что у меня, знаете, нет необходимости. У меня всего много. Просто мы с вами приятно общаемся. Я люблю духи. Вы, судя по всему, любите свою марку Сеслэй. Поэтому я подошла. Да, мне надо послушать, понюхать, полюбоваться, посмотреть, но без серьезных намерений. То есть, жениться я сегодня не буду. Ну, и вот на такой прекрасной ноте мы с ней посмеялись, и я от нее отошла. Нос унесла на себе прекрасные ароматы от Сеслэй. Девчонки, мальчишки, на сегодня все. Надеюсь, вы не скучали. Надеюсь, вам было хоть немножечко что-нибудь интересное. Ладно. Люблю, целую. Еще раз скажу. Свочи вы все посмотрите в Телеграм. Хорошо? Не буду задерживать вас. И постараюсь максимально быстро выпустить видео на YouTube и Дзен. Люблю, целую. До следующих встреч. Буду всегда рада увидеть вас в комментариях. Все. Бизу.